Хамаз бы никогда бы не появился и никогда бы не победил бы в секторе Газа, если бы не то униженное забитое положение палестинского народа, бесправное, которое приводит к ультрарелигиозным настроениям, к этому традиционализму, скатыванию в Средневековье, скажем так, левое движение вообще достаточно сильно в западном береге реки Ордана и в секторе Газа. Это пропаганда пытается представить Палестину, что это все какие-то средневековые дикари, которые с дерева слезли. Я россиян, оно тяжелее гораздо, чем у французов. Социальное государство еще не совсем покинуло Францию. Друзья, приветствую вас на нашем канале Перехват Управлению. У нас сегодня по скайпу впервые из Франции Ильмар Рустамов, публицист, левый политэмигрант из Франции. Здравствуйте, Ильмар. Да, здравствуйте, спасибо за приглашение. Ильмар, ну давайте начнем, наверное, наш разговор с тех левых движений, которые есть во Франции. Есть ли там движения коммунистические, может быть, социалистические? Я знаю, что вроде бы как есть, но вот какое состояние их, насколько они активны? Что у вас происходит? Вообще, Франция традиционно страна с очень сильным крайне левым, скажем так, сегментом. Ну, то, что принято называть троцкистами, хотя это название очень условное, потому что, ну, так с советских лет пошло, что как бы критика советского проекта с крайне левых позиций – это вот как бы троцкисты. Ну, они не любят, когда их так называют, но, в общем, условно назовем их, да, троцкистами. Ну, разделение, как и в любой стране мира, очень пестрое от умеренно левых партий, таких близких, ну, фактически к поддержке, скажем так, господствующего класса, там, соцпартия, чуть левее коммунистическая партия Франции, которая в 90-е годы дрейфовала на позиции еврокоммунизма и отказалась от марксизма-ленинизма, как и практически все европейские левые партии. В них возникли тогда в 90-е годы расколы. Ну, и вот всевозможные отколы и небольшие коммунистические группы, ну, наиболее крупные из них партии, ну, такие, как, скажем, ПОИ, независимая рабочая партия. Большой откол от нее ПОИД – это демократическая независимая рабочая партия. Это вот как раз те самые условные троцкисты. Ну, и ряд небольших организаций, вроде как полюс коммунистического возрождения Франции, революционная коммунистическая партия Франции, там, ну, и так далее, и так далее. Ну, и большое объединение «Непокорная Франция», такое избирательное объединение, и, как бы, партия в виде движения, если можно так выразиться, то есть она зарегистрирована как партия, но такой широкий фронт и широкое движение, которое под своим крылом собрало небольшие левые организации. Они в парламенте Национальной Ассамблеи образовали блок НУПЭС, левые, экологи. Ну, в общем, как-то так, с такой радикальной повесткой антинатовской, антиевросоюзовской. Вот «Непокорная Франция», скажем, выступает за выход Франции из НАТО, за выход из Евросоюза, вот, ну, с таких, в общем-то, антиимпериалистических позиций. Это очень радикально для Франции, вот. Меланшона считают, Жанна Люка Меланшона, лидера «Непокорной Франции», считают, ну, таким, прям, отъявленным леваком, очень левым, вот именно из-за его позиции по НАТО и по Евросоюзу, по коренной перестройке Франции, учреждений новой республикой, отказа от вот этого суперпрезидентства. Ну, про это тоже, может быть, отдельно поговорить. Это интересная тема, на самом деле. Куда дрейфует Франция? В какую сторону она дрейфует? Вот, и как она становится похожа на нынешнюю Россию? В каком смысле на нынешнюю Россию? В чем сходство? Ну, сходство в том, что, вот, вы знаете, я немножко издалека начну. Понимаете ли, в левой среде, да и вообще в оппозиционной, особенно в либеральной, Европа воспринималась как вот просто оазис демократических свобод и так далее. Конечно, по сравнению с Россией это действительно так. Потому что тут тебе и свобода собраний, тут тебе и свобода СМИ, и суды. Ну, если сравнить с нынешней Россией, конечно, разница налицо. Но сейчас мы видим, как господствующий класс потихоньку начинает эти свободы сворачивать. И это нормально, на самом деле, в рамках капитализма, потому что когда буржуазия чувствует, что ей уже не хватает инструментов и ресурсов, она начинает прибегать к тому, что называлась открытой террористической диктатурой, такой крупного капитала. То есть прибегает к более жестким мерам. И об этом нам говорят левые активисты, да, как полицейщина ужесточается. И действительно мы это видели, скажем, по протестам, поддержку Палестины. Вот когда были протесты, связанные с войной в Украине, и сторонники войны в Украине, и противники войны в Украине, все могли протестовать. Тут и бессмертный полк был 9 мая, и были, ну, понятно, проукраинские, там с украинскими флагами. Но тема Палестины, она как бы оказалась той темой, о которой вот французская демократия буржуазная оступилась, потому что вот начались разгоны. Они были, кстати, во время пенсионной реформы в этом году, когда были протесты связаны с пенсионной реформой. Но, тем не менее, начались вот стычки, начались проблемы с согласованием этих акций в поддержку сектора ГАЗа, не в поддержку Хамаса, а в поддержку именно палестинского народа. Ну и штрих такой очень яркий, это, конечно, пенсионная реформа, когда президент Макрон просто прямым расчерком как бы пирас своего, прямым президентским указом вводит пенсионную реформу. Это, ну, очень напоминает Россию, да. То есть у нас, мы знаем, суперпрезидентская республика в России, президент, как бы царь, бог и, да не знаю, намесник бога на земле, кто он. А и вот здесь также диктаторским совершенно путем, прямым президентским указом вводится пенсионная реформа, невзирая на национальную ассамблею, на сенат. Конечно, национальная ассамблея Франции – это не Государственная дума Российской Федерации, там какие-то еще дискуссии есть, согласования, обсуждения, но президент вытер ноги о национальную ассамблею и протащил пенсионную реформу. Да, ну, в России практически то же самое мы видели пять лет тому назад. Ну, правда, у нас протесты были пожиже, вот, и несопоставимо, конечно, с тем, что было во Франции. Но, по-любому, французы не добились своего. Не добились своего, и это показывает, в общем-то, суть буржуазной демократии, да, что у вас есть партии, у вас есть профсоюзы, у вас все это, и это хорошо, я за это, я категорически за, и я рад, что у французов все это есть. Но в решающий момент, когда, ну, собственно говоря, решается вопрос, да, 70% французов против пенсионной реформы, то есть есть воля народа, институциализированная через выборы, через эти профсоюзы. И получается, что все это в конечном итоге оказывается, ну, фикцией, то есть растворяется как сон, как утренний туман. Ну, как и в России, собственно говоря, но в России даже этого нет. Вот, в России даже этого нет. Ильмар, скажите, а вот как люди, как народ воспринимает Макрона все-таки, как марионетку или все-таки, что они его выбрали? Это вот интересный очень вопрос, потому что за все время, что мы во Франции, вот наша группа иммигрантская, вот уже год, мы общались с разными людьми, нам встречались разные люди, то есть мы не были в своем коконе, как это часто бывает с иммигрантами, что они общаются только вот со своим кругом. Вот нам за это время не встретился ни один сторонник Макрона, вот ни один, не было ни одного человека, который сказал бы, я за него проголосовал за Макрона. То есть это о чем говорит? О том, что за Макрона, а, собственно говоря, некоторые нам так и говорили прямым текстом, не про себя, а вообще про тех французов, которые голосовали за Макрона. Они объясняли это так. Макрон прошел во второй тур с Марин Липен, с радикальной националистской, такой шовинистской, и французы из страха, только бы не Марин Липен, как бы сказать, с кайка сердца были вынуждены проголосовать за Макрона. То есть если бы был Макрон, скажем, или какой-то левый кандидат во втором туре, конечно бы Макрон проиграл. Однозначно. То есть поддержки нет. Нет этой поддержки. Но, как мы видим, из соображений, как бы только бы не Липен, только бы не националисты, не шовинисты, вот вы были вынуждены как бы за меньшее зло проголосовать. Скажите тогда, вот вернемся к палестинским протестам, митингам. Что там происходило? Почему люди поддерживают именно Палестину? Правительство же поддерживает Израиль, насколько я так понимаю? С правительством очень любопытная штука происходит, потому что, несмотря на то, что правительство Франции, конечно же, буржуазное, так же, как и во всех странах мира, и Франция член НАТО, Евросоюза, при всем этом, Франция немножко, она все-таки всегда тяготела именно, как ни странно, к Палестине. Видимо, сказывается очень сильный арабский фактор. Все-таки, это страна, которая колонизировала до недавнего времени, до 20 века, Африку, арабский мир. И здесь много политиков, ну, просто с таким, уже во втором-третьем поколении, французы, которые с арабского происхождения. Может быть, это сказалось, но по резолюциям Организации Объединенных Наций Франция всегда голосует за пропалестинские резолюции. И вот последняя была резолюция о том, что необходимо, опять же, уже какая по счету освободить оккупированные земли Палестины, Франция голосует за. Вот, так что голосует Франция в ООН очень даже хорошо, пропалестинские. А что касается левых, ну, что тут сказать, тут огромная палестинская община, арабская община, и левые всегда поддерживали Палестину. Не Хамас, конечно, не радикалов, а поддерживали право на самоопределение, на свое государство, которое подтверждалось неоднократно Организацией Объединенных Наций, сколько изолюций было. Освободить оккупированные земли, и левые политики всегда поддерживали Палестину. Другое дело, что пропаганда их пыталась обвинить в антисемитизме, то есть приравнивая, как бы, критику, справедливую критику государства Израиля к ненависти вообще к еврейскому народу. Это, конечно, бред полный, потому что тут никакого антисемитизма и близко нет. Тут есть и музей толерантности, и музей памяти жертв Палакоста, и еврейский центр. Все это есть. Тут и еврейские кварталы, и синагоги, и ничего тут, и близко нет никакого антисемитизма. Но даже больше скажу, сами евреи во Франции, они поддерживают, не все, конечно, но очень многие Палестину, потому что они понимают, что такая политика государства Израиля, она наоборот провоцирует антисемитские настроения, и не позволяет, наконец, установиться миру на Ближнем Востоке. Ильма, расскажите, как ваши СМИ или вот вы сами смотрите на этот конфликт? Кто все-таки зачинщик? Кто провокатор? Была ли провокация? Ну, в данном случае, конечно, волей-неволей, при всем том, что такая, как бы, с моей стороны, тирада, поддержку, значит, Палестины прозвучала и палестинского народа, и при всем этом, конечно, зачинщиком и провокатором в данном случае оказался Хамас. Этого скрывать не стоит, и никто здесь не сколько и близко не одобряет действия Хамаса, и наоборот осуждают, но ввиду того, что левые всегда, они, собственно говоря, и левые этим и отличаются, что всегда смотрят глубже на проблему и пытаются выявить социальные корни и социальную подоплеку, скажем так, любого конфликта, да, и все понимают, что Хамас бы никогда бы не появился и никогда бы не победил бы в секторе Газа, если бы не то униженное, забитое положение палестинского народа, бесправное, которое приводит к ультра-религиозным настроениям, вот этому традиционализму, скатыванию вот в Средневековье, скажем так, и к поддержке таких сил, как Хамас. Хотя обобщать не стоит, потому что я вот встречался с палестинскими ребятами здесь, вот мы общались на одной конференции. Нормальные ребята, светские, образованные, и про них не скажешь, что они там в мечеть ходят, ходят каждый день. Нет, абсолютно адекватные, нисколько не религиозные, марксисты, левых убеждений, левое движение вообще достаточно сильно в западном береге реки Иордана и в секторе Газа. Ну, может, в меньшей степени больше на западном берегу реки Иордан, но левое там есть, и эта пропаганда пытается представить Палестину, что это все какие-то средневековые дикари, которые, значит, с дерева слезли, значит, нигде не учились и так далее. Я вот общался с одной женщиной русской, которая уже 20 лет живет в Бельгии, и она работает в центре для беженцев, и преподает там французский язык. Она видела палестинских женщин, некоторые из них имеют высшее образование и как бы образованные женщины, которые вот учат французский язык, очень ответственно учат, стараются. То есть надо, конечно, эту пропаганду расистскую, что палестинцы это какие-то там люди второго сорта или те, кто довольствуются и кого устраивает положение беженца, вот такой серой шейки, сиротки. Это миф, это пропаганда, которая насаждается вот ультраправыми, СМИ ультраправой пропагандой. То есть все-таки вы предполагаете, что Израиль с такой мощной военной структурой и сетью с МОСАДом, с разведкой пропустил вот этот вот первичный удар? Потому что у нас здесь ходит мнение, что в принципе это и была провокация, как вот с пробирочкой тогда. Ну, надо понимать тоже предысторию. Хамас возник не на ровном месте, не на пустом месте. Хамас возник при поддержке Израиля. В этом была своя логика. Здесь никакой конспирологии нет. Здесь не надо что-то там какие-то схемы сложные строить. Схема очень простая. В Палестине изначально было очень сильное, светское, прогрессивное левое сопротивление, которому симпатизировал весь мир. Это организация освобождения Палестины, ПАТХ, там, ну, Советский Союз их активно поддерживал. Ясер Арафат, там все, значит, Арафатки носили. Все поддерживают палестинский народ. Коммунисты. Народный фронт освобождения Палестины, там, демократический фронт освобождения Палестины. Это все были светские демократические левые организации, прогрессивные. В них на первых порах даже христиане участвовали, потому что там и христиане тоже были в числе беженцев из оккупированных земель Палестины. И Израилю нужно было, ну, в общем-то, создать жупер, против которого бы все прогрессивное человечество объединилось. Ну, когда ты видишь мракобесов, которые там режут головы, берут заложников, убивают, уничтожают, все на своем пути, там, мирных женщин, детей, стариков, ну, конечно, никакой симпатии к ним не будет, естественно, при таком поведении. И понятно, что они, это известно, это не мои слова, вот послушайте интервью Эхода Ольмерта, бывшего премьер-министра Израиля, он об этом открыто говорит, что да, мы помогали Хамасу, да, мы их спонсировали. Но он объясняет, и вообще такие, как он, объясняют, что это делалось в пику иранской хазболе, но делалось это, с моей точки зрения, и я здесь в этом не одинок, для того, чтобы уничтожить светское прогрессивное сопротивление, чтобы перевести этот конфликт в религиозное русло. А религиозное русло, оно наиболее непоимеримо. Мы видим, с одной стороны, фанатики в Израиле, там тоже религиозный фанатизм такой, что еще, как бы сказать, фору даст палестинцам. И палестинцы, и столкнули уже по линии иудеи мусульмане, столкнули семитов по религиозной линии. Хотя изначально сопротивление, повторюсь, было демократическое, светское, левое и так далее. И вот для того, чтобы фактически дискредитировать Палестину, выставить ее в неприглядном свете, поддерживались такие силы, как Хамас. И итог мы видим. Сейчас весь мир говорит, значит, давайте спасем Израиль. Хотя Палестина тоже нуждается в спасении, не меньше. То есть Франция особо не осуждает вот эти вот зверства, которые происходят израильтянами на Палестине, в секторе Газа? Надо понимать, кто именно. Вот если говорить об обществе, общество, конечно, осуждает эти зверства со стороны Израиля. Я даже больше скажу. Осуждение со стороны в целом очень сильно, как бы, с сильным креном влево, вообще сильно такого левого общества во Франции. И привело к тому, что даже президент Макрон, уж казалось бы, да, президент, глава государства, и тот был вынужден признать вину Израиля. И тот был вынужден заявить о том, что, ну, Израиль действует неадекватно, слишком жестоко, чрезмерно жестоко, что от действий Израиля страдают мирные жители. Даже президент Макрон был вынужден это признать. Чего говорить об общественных активистах, о профсоюзниках. Еще когда мы в начале этого года выходили на протесты против пенсионной реформы, с нами выходили и палестинцы, и сторонники Палестины с палестинскими флагами. Тут очень много было всегда наклеек, стикеров, плакатов, афиш с палестинским флагом. То есть эта поддержка, она всегда была. А сейчас она усилилась в связи с тем, ну, по сути, геноцидом, по данным Аль-Джазирам. Мы не знаем, насколько они правдивы, но они есть, их пока никто не опровергал всерьез. 10 тысяч человек погибло, из них 4 тысячи детей. И можно в эти цифры поверить, потому что там возраст, средний возраст, очень такой молодой. Это вообще молодая очень страна, сектор газа, Палестина. Там молодежи очень много. И можно охотно поверить в то, что 4 тысячи человек погибло, именно детей. Так что, конечно, это не может оставлять людей равнодушными и безучастными. Ильмар, ну тогда такой вопрос. Как вы думаете, вот освобождение, скажем так, от рабства откуда пойдет? С какой стороны? Какая более мощная вот в этом движении? Где есть такие ростки социализма настоящего? Ну, если говорить о ростках социализма, как нового общества, как первой фазы коммунизма, то я не могу назвать ни одной такой страны в мире, где бы мы могли бы говорить о ростках социализма. Но если рассуждать с позицией, насколько сильное рабочее движение, профсоюзное движение, активность масс. А что такое социализм? Это участие непосредственно в принятии решений в управлении государством. То, к сожалению, в 21 веке мы, как Россия, очень отстаем от Европы. Потому что я вижу здесь сколько различных организаций, женских, молодежных, студенческих, каких-то объединений, комьюнити. То есть люди стремятся голосовать, стремятся участвовать, стремятся обсуждать и так далее. Ну, то, что было в нашей стране в начале 20 века, советы, да, то, что Владимир Ильич Ленин называл живым творчеством народных масс, да, и на что сделали ставку большевики, и успешно сделали ставку победа Октябрьской революции и тому порухой, да. И в 20 веке мы, конечно, показали чудеса всему миру. Но в 21 веке мы, к сожалению, в этом плане очень сильно буксуемо отстаем. Постсоветское пространство, так называемое, нынешняя олигархическая Россия. И, как ни странно, но Советский Союз, оказав влияние очень большое на Европу, ну вот сам сейчас мы все скатываемся, вот Россия, постсоветское пространство, во времена Ивана Грозного, в Средневековье. Послушайте, что говорят российские чиновники, женщинам уже учиться не надо, надо только рожать детей, значит, и заниматься популяцией. То есть какие-то совершенно дремучие идеи звучат из уст российских политиков, российских депутатов, да. Во Франции, если кто-нибудь что-то такое сказал бы, его бы просто засмеяли бы, и пинком под зад выгнали бы, или просто выставили бы на посмешище. А в России вот нормально, сказал такое, и еще наградят тебя за это, и похвалят. То есть очень печально, что мы, показав пример в 20 веке, вот сейчас сильно отстаем. Но может быть мы когда-нибудь нагоним, очень бы этого хотелось. Ильмар, скажите, а вот с чем связана вот эта вот активность такая людей, простых людей? Это хорошая экономическая какая-то ситуация, то есть они меньше работают, возможно, у них больше свободного времени, или с чем это связано? Да, да, совершенно точно. Общественное бытие определяет общественное сознание. Действительно, уровень жизни выше, трудовые права, конечно, не сопоставимы с Россией, профсоюзы тут как бы бдят это, чтобы не нарушались трудовые права. По сравнению с Россией, конечно, это небо и земля. Вот я сейчас с вами закончу разговоры, и сегодня у нас будет эфир на канале «Трудовая Россия», где мы будем говорить как раз о различии профсоюзов французских и российских профсоюзов. Да, понятно, что профсоюзы заняли умеренную позицию во время пенсионных протестов, но, тем не менее, они есть, эти профсоюзы, они независимы, они активны. И я думаю, это связано, да, с тем, что уровень жизни, что нет настолько патагонной системы, как в России, это позволяет выкраивать время. Но это не единственное, это еще и огромные традиции революционные. Ну, Парижская колонна, французская буржуазная революция 1789 года. Все это просто в воздухе летает, вот этот революционный дух. Ну, мы помним «Желтые жилеты» несколько лет назад, как они сотрясали всю Францию, какая волна пошла вообще по всей Европе. Естественно, это все не остается вот так вот, бесследно не проходит. Но у России тоже огромные революционные традиции были в начале XX века и во второй половине XIX века. Но за весь XX век, 70 лет советской власти, мне кажется, расслабили немножко советских людей. Ну, советский человек привык, что он напишет жалобу в какую-нибудь службу, там, напишет жалобу в партийную организацию, там, в обком, в горком, в местком, и наведут порядок и справедливость восторжествуют. И это людей немножко, конечно, расслабило и это расхолаживает. В Советском Союзе человеку редко, когда приходилось, бороться за свои права, потому что они были защищены государством. Человека не могли не уволить с работы, просто так вот. Да, ни на сутки даже задержать ему заработную плату, это было вообще невозможно. Просто, в принципе, это было невозможно. И, конечно, это расслабило людей, к сожалению, и французов. Французов такого не было, они весь XX век провели в борьбе, и это их закалило очень. И вот сейчас они эту марку держат, марку мая 68-го года, Парижской коммуны и Великой Французской буржуазной революции. То есть, получается, такая халява расслабляет людей, и они перестают бороться. Может быть, тогда и нет смысла стремиться построить красивое и правильное общество? Ну, здесь и надо бросаться ни в одну, ни в другую крайность. Причина же ведь не в том, что советское общество было какое-то не такое, что оно, значит, воспитало людей вот в таком ключе, ну, таких вот детей из детского сада со слюнявчиком, значит, за которыми нянечка бегает. Нет, вопрос состоит в том, что это тоже тема отдельного большого разговора. В какой-то момент, ну, тут, я думаю, и война Великой Отечественной тоже нанесла удар, и это сказалось, что постепенный переход всей власти, там, всего полновластия, скажем так, советом от партии, да, постепенный уход партии на второй план, не вообще уход, а снижение роли партии, больше отдавать, там, профсоюзам, больше отдавать, там, различным общественным организациям, полномочий, власти, возможно, советом, естественно, упор делать на беспартийных и на различные общественные организации. Вот вместо вот этой тенденции возобладала сверх такая централизация, которая вообще социализму, то и коммунизму, как ни странно, не свойственна, потому что коммунистическое общество, мы знаем, оно вообще будет без государства. Государства, в принципе, не будет при коммунизме, да, и вместо того, чтобы идти по пути отмирания государства, мы пошли, Советский Союз, по пути, наоборот, усиления роли государства, да, и это привело вот к таким печальным последствиям, что, к сожалению, к огромному, ну вот люди действительно перестали в должной мере, скажем так, оценивать здраво, скажем, свои силы, свои возможности, что от них все зависит конкретно, а вот передоверили на государство, что вот, пожалуемся в обком, еще куда-то, вместо того, чтобы самим внизу пытаться решить этот вопрос, для этого надо иметь полномочия какие-то, да, для этого надо иметь больше рычагов и больше власти, то есть такого полного обобществления политики, если можно так выразиться, достичь не удалось, но я не стал никогда бросать камни в Советский Союз, потому что социализм – это переходный этап, мы очень многого добились, но до спасительного берега коммунизма мы не доплыли, к сожалению. Спасибо, Ильмар. И тогда завершающий такой вопрос на сегодня – это вот есть предположение, что все-таки Европа такая умирающая старушка, да, что нет будущего, нет молодежи такой. Что вы на это скажете? Ну, это, наверное, официальная российская пропаганда, пытаются представить, что как бы Европа загибается и так далее, но нам бы европейские проблемы на самом деле, потому что уж чего-чего, а в плане молодежи, молодежи здесь очень много, вот, и молодежь активная, вот я уже об этом говорил, студенческие объединения, комьюнити, вот буквально 7 ноября, в день Октябрьской революции, мы проводили акцию у дома на улице Марии Рос, где жил Владимир Ильич Ленин. Кстати, митинг нам парижская мэрия не согласовала из-за пропалестинских протестов. И что вы думаете, пришла молодежь? Мало того, что пришла молодежь, один из ребят вообще сказал, я сейчас, конечно, с вами на этой акции, но я вынужден раньше уехать, потому что я поеду на студенческие протесты. Студенты объединились и вышли на протесты против визита в их институт ультраправого политика-консерватора по фамилии Зэмур, такой политик алжирского происхождения, ну вот правее Марин Липен, даже такие есть политики, которые еще дальше, чем Марин Липен, вправо ушли. Вот студенты объединились, чтобы протестовать против него. Я очень много знаю примеров именно студенческой активности, как они борются против призыва в армию, потому что считают, что это не их армия, она не защищает интересы человека труда, защищает интересы богатых. Так что с молодежью и активностью молодежи в Европе все как раз хорошо. Нам в этом плане надо брать пример именно с этой активности молодежи. Но это очень сложно по указанным выше причинам, что бытие, общественное бытие россиян, оно тяжелее гораздо, чем у французов. Всем, конечно, тяжело, и французам, и россиянам, но тут хотя бы есть, ну вот социальное государство еще не совсем покинуло Францию. Ну посмотрим, время покажет, может быть, пенсионная реформа окажется вот тем самым первым ударом, за которым последуются другие удары, и будет демонтаж социального государства во Франции, как это происходит в России из года в год. Но у вас стоят такие планы объединения социалистов, настоящих социалистов Франции и России? Ну у нас стоят эти планы, они это уже происходят в той или иной степени. Вот мы уехали год назад, мы образовали коалицию социалистов против войны, и в эту коалицию входят и французы, и мы общаемся с украинскими товарищами, ну, понятное дело, российская политэмиграция, это вот левый спектр, очень широкий, это не только коммунисты такого большевистского типа, скажем, арксистско-ленинского, это и социал-демократы, и левые, и умеренные, там более радикальные, и мы выдвигаем повестку нового Циммервальда, антиимпериалистскую повестку, против российского империализма и в то же время против НАТО, потому что мы не можем говорить о НАТО, как о спасительнице, потому что НАТО это такой же хищник, как и российский империализм, и здесь ни в коем случае нельзя попадать в объятие другого хищника, борясь, скажем, со своим хищником. Спасибо, Ильмар. Друзья, на сегодня всё. До следующих встреч. До свидания. До свидания.